Метельхоз до 1 июля принимает заявки на участие в государственной программе комплексного развития сельских территорий. Чем больше активности от самих жителей поселений, тем лучше. Направлений в проекте достаточно много. Инфраструктура, благоустройство, жилье, дороги, да и средства в рамках программы выделяются немалые. Свыше 2 триллионов рублей на всех. Инна Михайловская побывала в Вагайском районе и убедилась, что там есть активные села. Вместо актового зала бывшей конторы будет гараж. Туда поставят спецмашину и снаряжение. В Вагайском селе Казанское оборудуют пожарный пост. Он очень нужен, говорят, в селе. За последние годы было 5 пожаров, сгорело 2 дома многодетных семей, а ближайшая спецчасть в 20 километрах. Пост строят пятеро селян, которые потом и будут там работать. Сейчас же трудятся бесплатно. Кто вагает, кто в обоиск едет. Разговариваем, договариваемся и приезжаем. И вас не смущает, что это не оплачивается? Нет, конечно. Это специально для села же. Для казанского сельского поселения это нормально, когда жители сами решают проблемы. Например, в 2015 году всем миром собрали деньги, около 400 тысяч рублей и благоустроили кладбище. Никого не уговаривали. Собирались и делали. Столько народу было. Они, даже приезжие, они участвовали в строительстве вот этого забора. Но так как территория большая, а общий периметр сделанного забора составляет километр 280 метров, и за один год это все оградить было очень сложно. И эта работа у нас потянулась на три года. В деревне Сулейминская, она относится к казанскому сельскому поселению, жители сами оградили спортивную площадку. Осталось только покрасить. Выходят, кто когда может. И дома успеваем. И сюда время выделяем. Это же для деревни. А это Чернаковское сельское поселение. Жители также приводят в порядок спортивную площадку. Проходят с техникой, потом с лопатой. Чтобы не было сорняков, во-первых, что дуванчик, вот он такой сорняк, что постоянно каждый год перепахиваем. Потом при помощи лопаты граблей это все убираем в тележку и новым песочком посыпаем, чтобы летом могли ребятишки поиграть в волейбол. Как бы пляжный волейбол у нас здесь происходит. Бюджет Чернаковского сельского поселения, как и других территорий, невелик. В год на благоустройство заложено примерно 500 тысяч рублей. Из них почти половина уходит на оплату освещения. На 200 с лишним тысяч не разбежишься. Жители сами делают жизнь вокруг себя лучше. В 2013 году они были совсем маленькими саженцами. И вот по прошествии шести лет такими стали. А это кедры. Им 140 лет. Вообще это место в селе Черное считается историческим. Объединяет кедры вековые и совсем юные деревья. То, что их высаживали местные жители по своей инициативе. Рядом с Кедровым начали строить сквер памяти. И опять же, пока только своими силами. Вот сейчас мы начали вот с этой тропинку сделать, а уже потом мы разбиваем, делаем аллеями. Аллеями памяти. Конечно, самое главное аллея памяти будет. Это в честь наших дорогих, наших учителей. У нас выпускники, которые прошли Афганистан, Чеченские вот эти события. Участникам локальных войн уже тоже определено свое место, где они разобьют свою аллею. Федеральная программа комплексного развития сельских территорий дает надежду таким поселениям стать еще краше. Одно из условий проекта – активность граждан. В Черноковском достроили бы сквер, а в деревне Сулейменское проложили бы дорогу. А вот общая проблема для всех – это рабочие места. Но если в селах создадут комфортные условия, люди будут приезжать, а местные оставаться. Возможно, и инвестору там будет интересно. Инна Михайловская, Александр Зосимов. Тюменское время.